Когда пришел Христос и умер за жизнь мира, то смерть уже не называется смертью, а сном и успением. Кого несут на позолоченном ложе в сопровождении всего народа, кого словословит народ, на кого набросаны в великом изобилии шелковые и золотые одежды, это значит ничто иное, как только предлагать обильнейшую трапезу червям. Не смерть причиняет скорбь, а не чистая совесть, поэтому перестань грешить, и смерть будет для тебя вожделенной. Скажет кто-нибудь, как же ты запрещаешь оплакивать умерших, когда и про отцы плакали, и Моисей раб Божий, и многие пророки, те, которые жили до закона или находились под тенью закона, оплакивали своих мертвецов. Но свет Евангелия не может так помрачаться, и они справедливо плакали, потому что еще не приходил с небес Христос, который осушил этот источник слез своим воскресением. Они справедливо плакали, потому что смертный приговор оставался еще в силе. Существуют различные роды мертвенности. Есть мертвенность телесная, по которой Авраам, будучи мертв, не был мертвым, как и сказано. Несть Бог мертвых, но живых. Есть мертвенность душевная, которую разумел Христос, говоря, остави мертвых погребсти своя мертвецы. Евангелие от Матфея. Есть и другая мертвенность, о которой говорил апостол Павел. Умертвите оды ваши, я же на земле. Наконец, есть мертвенность, производящая предыдущую и бывающую в крещении. Как сказано, ветхий наш человек распятся. То есть умерщлен. Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнуться первой не страшно и не грешно, потому что это дело природы, а не доброй воле, явившись вследствие первого грехопадения. Другая же смерть, духовная, происходит от доброй воли, подвергается ответственности и не имеет никакого извинения. Иоанн Златоуст. Праведные соделывали для души храмом чистоты и тела, которое в воскресенье, преобразуясь в лучшее, вместе с душой будет жить жизнью бессмертной. Исидор Пелусиот. Боится Христос смерти, но не трепещет, чтобы показать ясно свойства двух естеств. Тот, без сомнения, благоискусен, кто ежедневно ожидает смерти, а тот свят, кто желает ее на всякий час. Память смертная, как и все другие блага, есть дар Божий. Иоанн Листвичник. Смерть есть отделение от Бога. Жало же смерти, грех, который Адам принял в себя, был изгнан из рая и от древа жизни, и от Бога. Зачем необходимо следовала и телесная смерть? Конец настоящей жизни несправедливо называть смертью, а скорее избавлением от смерти, удалением из области тления. Максим Исповедник. Как человек имеет душу и тело, то и смертей у него две. Одна смерть души, другая смерть тела. Равно, как и два бессмертия, душевное и телесное, хотя и то, и другое в одном человеке, ибо душа и тело один человек. Симеон Новый Богослов. Первым, подъявшим смерть, был Сатана, который справедливо, вследствие непослушания, отвержен от Бога. Затем, через злостный совет, увлек и нас в непослушание Богу и сделал нас вместе с собой, участниками смерти. Вот настоящая смерть, когда душа разъединяется с божественной благодатью и сочетается с грехом. Имеющие ум должны избегать такой смерти и страшиться. Григорий Палама. Четыре главных искушения, которым в час смерти обыкновенно подвергают нас враги наши. Демоны. Колебания веры, отчаяние, тщеславие, разные образы, в какие облекаются демоны и какие представляют отходящим. При первом искушении не входи в спор с демоном, восставь в себе веру в то, на что он нападает. Второе искушение – это страх при воспоминании множества грехов наших. Его миновать нельзя, но он умеряется верой в искуплении грехов наших крестной смертью Христа Спасителя. Третье искушение бывает тщеславием и самоценением, внушающим уповать на себя самого и дела свои. Поэтому в час смерти не останавливайся вниманием на себе и своем, но уповай всецело на одно милосердие Божие. Никодим Святогорец. Те, которые усвоивали себе ум Христов, постоянно выражают его в образе мыслей и образе действий, не щадя крови своей для запечатления верности Христу. Те воцарились со Христом, для них нет смерти. Игнатий Брянчанинов. Если бы побольше помнили о смерти, меньше было бы беспорядков в жизни частной и общей. Младенцы, умершие без крещения, предаются беспредельному милосердию Божию. По смерти бывает частный суд, на котором определяется участь грешников. Но окончательное решение их участи последует на всеобщем суде. До того они только ждут этого страшного момента, ужасаются и страдают от того. «Господь прошел сенью смертной, чтобы для нас сделать удобнейшим путь сей». Феофан Затворник. «В то время, как умирал брат Захарий, сидевший у него Ава Исидор, возрел на небо и сказал, «Веселись, Захарий, тебе отворились врата Царствия Небесного». Тогда Захарий испустил дух и был погребен отцами в скиту. Рассказывали об Аве Сесои, что перед смертью его лицо просияло, как солнце. И он сказал отцам, «Вот пришли ангелы взять меня, и я прошу, чтобы оставили мне несколько времени на покаяние». Ава Иоанн Колол перед смертью оставил ученикам наставление к удобнейшему достижению христианского совершенства. Он сказал, «Никогда я не исполнял моей воли и никогда не учил тому, что сам прежде не сделал». Преподобному Никону Радонежскому при смертном видении было показано место будущего покоения его вместе с преподобным Сергием. «Перед смертью произнес он, изыди душа туда, где тебе уготовано место, гряди с радостью, Христос презрит тебя». Редактор субтитров А.Семкин